Раз мы говорим про интерактивно-новостной портал, то мы видим попытки редакции по-разному вовлекать людей в интерактив. В данном случае у нас практически на третьем экране есть голосование «Какой летний коктейль больше по душе?». Я не уверена, что количество голосов, которые поданы за коктейли, достаточно для того, чтобы сказать, что голосование успешно. Надо иметь в виду, что лето, но я пришла на этот сайт и, может быть, даже не против проголосовать за какой-нибудь из своих любимых коктейлей. Но раз голосование окончено, я больше не могу голосовать. Единственное, что мне сейчас доступно из действий, это посмотреть другие голосования, может быть, другие были интересны. Если мы кликнем на эту ссылочку, то, к сожалению, мы придем на белую страницу. У меня Chrome, я пробовала сделать то же самое в Safari, у меня такая же белая страница вышла. Таким образом, в данном конкретном случае какой-то технический сбой на портале, вот эту попытку вовлечь человека в интерактив, он немножечко загасил. Здесь мне кажется, что все-таки нет смысла выводить голосование, которое окончено, показывать. То есть если мы говорим про интерактив, то надо стимулировать людей и именно участвовать. Если голосование окончено, следовательно, должно появляться следующее голосование. Это одна история. А вторая, мне кажется, что голосование тематически не привязанное к какому-то материалу, оно не настолько востребовано, как привязанное к тематике. Например, если у вас есть материалы о развлечениях летом, о том, куда пойти сегодня вечером, о каких-то вот таких развлекательных темах, вот туда внутрь вставлять голосование гораздо более продуктивно, чем просто размещать его на главной странице. Голосование – это хорошая штука линейного интерактива. Но для того, чтобы люди активно этим пользовались, вот этот интерактивный элемент должен тематически быть связан с текстом, с текстом материала. Ну и дальше просто я скажу, что по кликам и по моему мнению все остальные блоки и рекламные, и контентные, они просто проигрывают. Потому что здесь непонятно, что главное. Здесь непонятно, на что конкретно редакция хочет меня замотивировать и застимулировать. Очень много баннеров. Я прям завидую рекламной службе компании, потому что видно, что очень активно работает с рекламодателями. Но вот со стороны именно тех людей, того бизнеса, который размещается, я бы задала очень большой вопрос, насколько эффективно размещать свои баннеры в тех местах, до которых и глаз не доходит, и особенно интерес не доходит. Еще какие вещи я хотела бы здесь сказать. Вот раз мы говорим про интерактив, то у нас здесь есть раздел «Конкурс». И очень хорошая история, очень хорошая находка, что вот эта вот заметка «Приз», она позволяет быстро санитироваться. Вот здесь за славу, а здесь за какой-то материальный приз. Это очень хорошая история. Вот сюда бы я только добавила в описание конкурса, прямо здесь на главный, раз вы отсюда тоже хотите получить трафик на этот раздел, описывать, что нужно сделать для того, чтобы в этом конкурсе поучаствовать. Потому что конкретно из названия, вот «Привет из отпуска» и «Мисс Лето» еще хоть как-то можно додуматься, но лучше, если бы это было сказано прямо с точки зрения глаголов. Пришли свою лучшую фотографию в полный рост и выиграй спасибо от редакции. Ну то есть вот нужно прямо конкретно людям говорить, что им предстоит сделать, тогда больше вероятность, что они кликнут на это объявление об этом конкурсе. А в случае с призом от «Здравый» здесь вообще в принципе непонятно, что меня ждет после того, как я кликну на этот заголовок. То есть вот глаголы, то правило, которое действует для новостной ленты, использовать активные глаголы, использовать формулировки, кто что сделал, в данном случае абсолютно релевантны и для лидов конкурса. Кто что должен сделать для того, чтобы в этом конкурсе поучаствовать. Что еще стоит отметить из хороших находок этого портала? Это работа с комментариями. И вы видите, что здесь система комментариев с возможностью поднять комментарии выше, опустить ниже, проголосовать. То есть вот эта история про формирование сообщества вокруг той или иной темы и поощрять качественные аргументированные комментарии и возможность как раз выделить лучший комментарий, вывести его наверх. То есть это очень хороший инструмент для того, чтобы постепенно воспитывать свою аудиторию, стимулировать ее выражать свое мнение и повышать рейтинг тех комментаторов, которые работают на конструктивный диалог, которые приводят аргументы, то есть обогащают ваши материалы и ваши дискуссии.